Привет, привет, приветик всем! Всем доброе-доброе утро! Так, сахар у меня тут есть, сахар есть, сахар есть. Чай я навела себе в кружку. Сахара сейчас положу. Вороны каркают. Слушайте, на улице сегодня просто колотун. Просто колотун, от слова вообще. От слова совсем. Колотун, колотунистый. Так, что-то у меня уже кипит. Я поставила варить овощи на салат. Хочу сделать салат. Так, как это он называется? Это простой салат с рыбой. Туда входит рыба, картошка, яйцо, сыр, немножко моркови. Но, 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 но. Он очень интересно оформлен. Он заворачивается в такую, в рулончик такой, в рулетик, я бы сказала. То есть накладывается все это слоями, заворачивается все рулетиком и оформляется. Вот я хочу его сделать. Попробую сделать, не знаю, покажу, не покажу. Ну, может быть, покажу и вам. Поставила варить овощи. А еще, а еще хочу. О, салат сделать. Что-то подобие лесной полянки. Туда входят, нет, в лесную полянку входят, по-моему, эти. Опята маринованные. А сюда входят только-только консервированные огурцы, маринованные. Так, сейчас убавлю овощи. Что-то они у меня... Убавлю, 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 убавлю. Убавлю. Еще не успела помыть от этого, от магазина, сполоснула, да? Сейчас я вам покажу, какую форму я купила. Вот такая вот формочка. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас я вам покажу обязательно. Прежде чем начать пить чай, я вам прорекламирую формочку. Так. Вот такая вот форма. Она металлическая, да? С каким-то покрытием. Но, смотрите. В этой форме, видите? Есть такое вот крепление. Во-первых, он держит стенки. А также этим креплением, да? Он сцепляет, когда вот стенки. Он держит дно. Она полностью, полностью разборная. Абсолютно полностью разборная. Я давно, давно... Я делала салаты в какой-то год. Стасу на день рождения. Но я их делала в форму. У меня была какая-то своя. Я не помню даже, что я делала. Там, в общем, накладываешь в эту форму, достаешь эту форму, и салатик получается такой по этой форме. Сейчас я уже купила вот специализированный такой. Сейчас я вам разберу, покажу. Вот, смотрите. Растегивается. Видите? Раздвигается полностью сам круг. Он может быть уже делаться и раздвигаться. Соответственно, если вы здесь вот делаете, да, какое-то блюдо, это не важно. Кстати, в этих формах можно еще и запекать. Можно салаты сделать без дна, без дна. То есть просто накладывая, поднимая форму и убирать. А можно запекать, например, какие-то коржи, да, сметанник. Что там еще запекают. В общем, коржи для тортов. Все-все-все можно тут запекать. Вот в такой формочке. А также можно, я думаю, что запекать, да, все что угодно. Все что угодно. Картошку с мясом, все. Можно тоже в этой форме запечь, если захотеть. Прикольное. Я ее попробую. Я ее попробую. Видите, какое крепление тут. Вот так оно закрывается и открывается. Закрывается и открывается. Дно. Вставляете дно. Закрываете. Так. Что-то у меня не закрывает. Все. И дно никуда не выходит. Вот такую формочку я купила. Супер-пуперскую попробую. Это для салатов, которые вы делаете слоями. То есть красиво смотрится. Понятно, если вы делаете просто салаты в какой-то там таре, да. Какой-то в вазоне каком-то. Это понятно, если вы их перемешиваете. А есть салаты, которые делают слоями. И вот чтобы их красиво разложить, а потом, чтобы было красиво по краям, используют вот такие вот формочки. Формочки. Для выпечки и для салатов. В общем, не знаю. Купила, попробую. И вам потом расскажу, что я с ней буду делать. Так. Тык-тык-пык-фык-мык. Все. Про форму рассказала. Продается она у нас в хозяйственном магазине. У нас хороший хозяйственный магазин. Находится в торговом центре Русь. В торговом центре Русь. На втором, да. На втором, по-моему, этаже. Называется Меридиан. Огроменный магазин. Можно найти, мне кажется, все. Шикарнейший магазин. Пока вот бегала, чай даже остыл. Че бегала? Непонятно. Че бегала? Хлеба с маслом хочу. Хлеба с маслом и сыром. Блин, а чай-то остыл. Пошла разогреть чай в микроволновке. Ну, что за дела-то такие? Что за дела? Что за дела? Что за дела? А мы пока сыр поедим. Вкусный. Сыр как раз наш. Сыр голландский, жирный 45%. Городской молочный завод. Мне такой сыр очень нравится. Ну что, чай согрелся? Чай согрелся, чай согрелся. Я уже скипятила чайник. Потом еще чем-то стала заниматься. Еще, 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 еще. И, в общем, чай уже остыл. Пока ты сядешь. Так что, вот, у нас неплохой-неплохой магазинчик. Называется Меридинал. Все, что угодно есть. Посуда различная, различная. Эмалированная. Какая-то покрытая чем-то, да. Непригораемая. Всякие различные эти. Непосредственно для духовки. То есть, контейнеры эти, в которых можно запекать. Либо эти же пироги. Либо эти же коржи. Все, что угодно. Либо просто картошку запечь с мясом. Различные там принадлежности для хоз, да. Для ванны. В том числе тазы, ведра. Всякие-всякие. Ну, я молчу про косметику. Там тоже, по-моему, есть и шампуни. Зубные пасты. Скатерти вот для быта. Текстиль какой-то. Что там есть? По-моему, даже детское. Детское что-то есть. Типа там труселей, колготок. Для женщин. Различные, там, не знаю, расчески, заколки. В общем, магазин такой насыщенный. Есть все, что для дома. Есть все, что для сада. Есть все, что для быта. Есть все, что для кухни. Для ванны. Для комнаты. Там, я не знаю, для туалета. Это ершики с этими, с поддонами для ершиков. Магазин называется Меридиан. Меридиан. Разрекламировала вам еще один магазин. В который я хожу сама. И который мне нравится. Ну, наверное, в городе Кирово-Чепецке это немаловажно. Потому что здесь не так много больших, хороших магазинов, в которых бы ты нашел то, что тебе нужно. Не обходя при этом тысячи других магазинов. Ну, тысячи это я утрирую, конечно. Тысячи у нас, наверное, это... Наверное, во всем городе, может быть, столько нет. Хотя мелкие магазины, да, их вполне, в принципе, хватает. Торговых точек. Вполне хватает. Сейчас давно уже. Ну, вот чисто меня интересуют, наверное, обувные магазины и хозяйственные магазины. Ну, не считая продуктовых, за которыми мы все-таки ходим, да, за продуктами. А раньше, когда вот начинаешь что-то искать, например, по одежде. Сейчас одежду, вы знаете, я заказываю в интернет-магазинах. Интернет-магазины. У меня есть там видео про мои любимые интернет-магазины, которыми я довольна. Я довольна качеством товаров. Я довольна размерами, которые приходят. Я довольна вообще. Вообще, вот так вот я довольна ценами этих магазинов. Ну, назову, давайте. Любимый Василек, весьтрикотаж.ру и втекс-37. Это те магазины, которых я заказывала неоднократно, которые меня ни разу не обманули. Не по качеству, не по доставке, не по количеству товаров. То есть, что ты заказал, за что ты заплатил, то тебе и пришло. Вот в этом плане я в них уверена. На сто процентов. Могу уручаться, что если вы что-то закажете, то вам оплатите, то вам обязательно придет. Но начала-то я не про это. Начала-то про то, что когда я не заказывала в интернет-магазинах, я ходила все-таки ну, что-то для себя, для дочки, для мужа, выбирала сама. Это наши магазины, которых не так много. В городе Кирово-Чепецке, поэтому ты можешь вот пройти по улице Мира, да, туда до Луна-Чарского, обойти все. Ну, я не считаю, что отдельные, одиночные магазины там, которые в других районах, там не так много выбора одежды. В общем-то, и когда ты вот так пройдешься туда-сюда-обратно и понимаешь, что в тех магазинах, которые есть у нас в городе Кирово-Чепецке, обуви и одежды, ну, очень выбор невелик. То есть, выбрать то, что вот ты, например, захотелось твоей душе сегодня, это не факт, что ты найдешь. Это совсем не факт. Иногда мы, конечно, ездили в город Киров, там все-таки торговых центров больше и магазинов обычных, простых таких, в которых есть вот, что выбрать. Мало того, что ты можешь выбрать, да, торговый центр, пойти туда, как бы затариться шмотками, но торговый центр торговому центру рознь. Есть торговые центры, например, наподобие там Росинки, да, Европейского, ЦУМ. Ну, там, слушайте, там цены на порядке выше. На порядке. То есть, если вот вы идете покупать курточку, то считайте, что в два раза она будет там дороже. Это однозначно. Точно так же и другие любые вещи. Поэтому выбираешь уже торговый центр, где торговая площадь более бюджетная, соответственно, там более бюджетный выбор одежды. Ну, вот как-то так уже, да, дележка идет. Если ты с кошельком, можешь себе позволить Росинку. Если у тебя кошелек потоньше, то ты уже пойдешь, например, планета обуви и одежды. Или я хожу в торговый центр Баска. в городе Кирове. Кто-то ходит в Портландию. Ну, как-то я заходила пару раз. Может быть, я не натыкалась конкретно на какие-то акции и скидки. Поэтому такое ощущение, что там цены тоже-таки кусачи. Но кто-то покупает и там одежду, им нравится и говорят, что попадают на акции, где очень довольна так и прилично можно затариться. Поэтому сразу говорю, что в городе, конкретно в городе Кирово-Чапецке с магазинами обуви, одежды по крайней мере выбора, да, ну, очень мало. Очень мало. Начинаешь искать какое-то платье конкретное ты хочешь, да, например, там, ну, я уж не говорю, там, расцветка и все, и т.д. и т.п. Конечно, не найдешь. Это уже там по интернету надо заказать. А если, например, конкретно ты знаешь, допустим, платье свободного кроя, силуэт вот такой, трапециевидный, хотя бы вот так. Будешь ходить искать, обойдешь ни один магазин. А сыр вкусный. Сыр обалденно вкусный сыр. искала когда-то Эвериша кофту с воротником. то есть просто хотела на зиму купить ей хороший такой свитерок теплый такой из нормального из нормальной вязки. То есть это либо акрил, либо шерсть с добавлением акрила. Ну, что-то такое теплый. и что вы думаете? Вот кроме синтетики я ничего не находила. Ну, синтетика, понимаете, это вот сейчас она мягкая, вы ее одели, потом вы ее постирали, она все, она потеряла свое свойство, и она же не такая теплая. Я вот такую кофту искала, я не знаю сколько, в нашем городе Кирово-Чепецке. Потом я все-таки нашла. В Бельгетаж был завоз, у нас есть большой магазин Бельгетажа, да, есть такой магазин. Но цены, я вам скажу, там не всегда адекватные. Бывают такие цены, да, я покупала там кофту, вот тогда я купила платье и купила. Ну, так, но есть цены, например, на детские платья полторы-две тысячи, а то и три. Но я считаю, что для детского платья вот такого вот размера, да, три тысячи рублей, ну, это много. Ну, по крайней мере, по моим, да, представлениям в нашем городе, по нашим зарплатам, это дорого. Я иногда себе платье покупаю. да, вот здесь, наверное, в городе Кирово-Чапецке платье, в принципе, на женщину, да, можно найти от полутора до двух с половиной тысяч. То есть, получается, что мое платье соизмеримо с платьем дочки. Хотя, мое платье, да, размер на меня, а на дочку размер на нее. То есть, она у меня маленькая. А вот как раз в этих интернет-магазинах, вот правда, вот просто зайдите, просто зайдите, посмотрите, платье реальное, платье, я вот купила себе тут пару штук, где-то по осени, хорошие. И знаете, они в пределах тысячи рублей, в пределах тысячи рублей, платье, хорошее, вот такого вот качества. Если кому интересно, заходите, у меня там есть в роликах, я, в принципе, выкладываю все свои покупки из интернет-магазинов, там отзывы, да, по интернет-магазинам, там, допустим, трикотаж.ру, там, ну, там есть все интернет-магазины, в которых я заказываю свою одежду, и она там выложена, кстати, на сайтах. Если кому интересно, рису уж, опять полез, опять полез пить воду. Бармалей. Чай у меня заканчивается, а я что-то не напилась. Вот сегодня налила маленькую кружку, маленькой кружки не напиваюсь совершенно. Совершенно не напиваюсь. Ну, ладно, кусочек доем. Хлебушка. Да что мне все с ним мешается? Все мешается. Под ногами мешается. Чай не долила. Тут не допила. Сыр и еще хочу. А еще когда-нибудь хочу сделать салат Цезарь. Прошлый год, когда я покупала пекинскую капусту, у меня был вот такой качан. Я делала чуть не через день его. Ммм, а чай-то закончился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, доем, запью хоть водой. Наводить уже не хочется. Уже не хочется наводить, потому что уже не успеваю. Да, Рисуша? Рисуша? Иди-ка сюда. Иди к маме. Ну, иди сюда скорее. Анюша, где? Все, наелась. Сырок сейчас заточу еще. И можно бежать. Надеюсь, что вы тоже позавтракали. Потому что без завтрака организм свой оставлять все-таки нельзя. Завтрак, он должен присутствовать ну, в любом виде. Легкий завтрак. Кому нужен плотный завтрак с колбаской, да, с мяшком. Кому-то нужно просто каши поесть. Кому-то можно просто воды попить. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Но завтрак, он обязателен. Все. Прибираемся. Убираем. И разбегаемся. Кому понравилось такое видео, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Прожую. Ну, и, наверное, всем пока. Встретимся в других роликах. Субтитры сделал DimaTorzok